всем привет дорогие друзья меня зовут анастасия я живу в алании в турции уже более 10 лет на моем канале вы можете увидеть много интересных видео о жизни отдыхе работе и бизнесе в турции поэтому приветствую всех с кем мы знакомы ну и конечно же всех тех кто новый на моем канале подписывайтесь комментируйте и добро пожаловать в нашу дружную компанию в этом году вас ждет много интересных и полезных видео на моем канале ну а сегодня мы с вами поговорим о том как подготовиться к отдыху в алании и получить от него максимальное удовольствие ведь именно зимой мы начинаем планирование нашего летнего отдыха и сейчас самое время чтобы сделать это именно зимой многие из вас задумываются об отдыхе ну и конечно же многие задумываются о летнем отдыхе непосредственно зимой в алании стоит такая переменчивая погода может быть дождь солнце облачно опять солнечно и все это может происходить в течение нескольких часов уже какой день в алании стоит дождливая погода на море самый настоящий шторм и фермеры приехали на пятничный рынок но настолько сильный ветер что никто не решается ставить свои обоставлять свои фрукты и овощи а ждут до завтра этом конечно живала не стоит прекрасная погода здесь тепло даже жарко температура воды море доходит до 30 градусов а температура воздуха больше 35 поэтому алания очень комфортный интересный и красивый город для отдыха как зимой так и летом и для того чтобы здесь отдохнуть не только с пользой но и с комфортом и чтобы у вас остались классные впечатления и вы захотели сюда приехать снова мы как раз и подготовили для вас пять основных советов поэтому вы задумывайтесь об отдыхе зимой и конечно же задумывайтесь о отдыхе чем раньше тем лучше и поэтому первый наш совет определите обязательно свой бюджет время отдыха и состав вашей группы что я имею ввиду здесь конечно же вы должны определиться поедете ли вы один с кем-то с друзьями семьей с детьми будет ли это например бабушка с внуками или молодая семья с детишками самое главное определите время бюджет и состав вашей группы потому что именно успех вашего потому что успех вот вашего отдыха будет зависеть именно от этих трех пунктов почему эти три основные пункта важны время бюджет и состав группы потому что как я уже сказала это определяющие факторы успешного отдыха и конечно же у вас у всех разное время отпуска например на работе у вас у всех разное количество родственников детей с кем вы хотите поехать у детей у родителей разный возраст поэтому это очень важные пункты и когда вы готовитесь к отдыху обязательно сядьте и распишите эти важные пункты бюджет время и состав вашей группы второй очень важный пункт который вы также должны расписать это определиться хотите ли вы поехать на отдых с туром по путь туристической путевки либо поехать своим ходом здесь также есть несколько временных факторов которые зависят от первого пункта по которому вы распишите в какое время года вы можете поехать в отпуск хотите поехать в отпуск и насколько поэтому второй вопрос это едете ли вы с туром или своим ходом когда вы садитесь расписывать и планировать свой отпуск сделайте также две колонки своим ходом и поездка с туром когда вы рассматриваете эти два варианта нужно отметить основные пункты вот я здесь записала это отель самолет трансфер и страховка когда вы летите с туром все это входит в стоимость тура поэтому в соответствии с количеством человек вашей группе с вашим бюджетом со временем отпуска найдите подходящие туры и кстати друзья в описании к этому видео смотрите ссылку на сайт по бронированию туров из любых городов россии я очень хочу узнать ваше мнение по поводу этого сайта поэтому пожалуйста зайдите по ссылке посмотрите цены на туры и напишите обязательно в комментариях понравился ли вам этот сайт что вы думаете о ценах на эти туры и если вы если у вас например возникнут какие-то вопросы обратитесь к менеджеру и также мне напишите понравился ли вам сервис на этом сайт это это сайт бронирование туров онлайн и второй вариант это своим ходом поэтому когда вы едете своим ходом вы также можете забронировать самостоятельно отель самолет страховку и трансфер это все делается элементарно это все делается очень просто потому что все у нас сейчас в интернете никаких сложностей с этим не возникает но если у вас возникнут какие-то сложности я смогу вам помочь каким-то советом или что-то подсказать и всегда мой телефон ватсап есть в описании ко всем видео поэтому обязательно вторым пунктом определитесь хотите вы поехать с туром или своим ходом а понять вы сможете только сопоставив цены на туры и на поездку своим ходом я думаю что это не составит у вас никакого труда просто займет какое-то время на поиск цен и на суммирование всех вот этих вот и друзья несмотря на то что сейчас зима февраль месяц посмотрите в алании у нас все зеленое и распускаются даже цветы зимой поэтому отдыхать здесь можно круглый год ну а мы возвращаемся к нашим пунктом и третьим и очень важным пунктом является являются отзывы туристов сначала вы определились со временем составом группы с тем как вы полетите на отдых самостоятельно или с туром ну и конечно же если вы летите самостоятельно вам необходимо выбрать отель или турфирма также предлагает вам отель в котором вы будете проживать поэтому при бронировании гостиницы или при выборе гостиницы той гостиницы в которой вы будете отдыхать когда полетите с туром обязательно прежде чем сделать выбор почитайте отзывы туристов которые отдыхали в этой гостинице и самое главное на что нужно обратить внимание на то где располагается гостиница сколько далеко она располагается например от пляжа или от других достопримечательностей магазинов рынков и так далее почитайте пожалуйста сколько туристы были довольны чистотой пляжа чистотой гостиницы и конечно же качеством питания в этой гостинице почитайте отзывы туристов о районе я думаю что во всех отзывах они есть о районе в котором расположен отель эти отзывы вы можете найти на многочисленных сайтах по бронированию отелей в интернете их очень очень много но также в описании к моим всем видео есть ссылка на сайты по бронировать на сайт по бронированию отель это введя название гостиницы вы можете увидеть все плюсы и минусы это очень важно поэтому также вы пишите те гостиницы которые подошли вам по времени по вашему бюджету и посмотрите отзывы больше каких отзывов положительных это или отрицательных и также имейте ввиду что если вам что-то не нравится вот прям не лежит сердце да вроде бы гостиница и хорошая но какой-то вот отзыв про мне нравится и есть какая-то настороженность я всегда следую такому чувству я не выбираю эту гостиницу я стараюсь найти что-то другое потому что я понимаю вот сейчас мне как-то не понравилось при бронировании а приеду и обязательно что-нибудь случится поэтому обязательно читайте отзывы туристов очень очень внимательно и обращайте внимание не только на плюсы но самое главное обращайте внимание на самые маленькие детали и на минусы которые описали эти туристы в алане очень много кошек и конечно же кошки они настолько все привыкли к людям они такие все домашние и прирученные что как только ты куда-то садишься или гладишь кошку она усаживается сразу тебе на колени и просит чтобы ее погладили или даже забрали домой поэтому вот такой вот красивый такого красивого котика мы здесь встретили 4 важный пункт для отличного отдыха в алане чтобы ваш отдых состоялся и принес не только удовольствие но и пользу четвертый пункт это пункт в котором я вам советую изучить карту прежде чем вы отправляетесь в принципе в любое место в любую страну или в любой город что значит изучить карту то какие места вы будете посещать какой пляж вам нужен какие магазины вы хотите посетить конечно же также зависит от вашего бюджета от состава вашей группы и времени вашего приезда в аланию поэтому когда вы выберете несколько отелей которые вам подходят по всем пунктам изучите карту google посмотрите где находится ваш отель рядом с каким пляжем он расположен какие есть рядом рынке потому что рынке на которых продаются фрукты и овощи пользуются большим спросом поэтому посмотрите находится ли ваш отель а или квартира которую вы арендуете рядом с рынком с нужными вам магазинами если вы едете с маленькими детьми обязательно посмотрите если рядом пляж который подходит для детей а также парке поэтому откройте карту google и посмотрите где находится выбранное вами место житель это очень важно потому что это сэкономит вам первое время на поиск когда вы будете находиться уже непосредственно в городе ну и конечно же ваши средства которые вы будете тратить на трансфер на передвижение на транспорт и так далее это очень важно и я поступаю так всегда я всегда смотрю когда мы едем в какое-то новое место я всегда смотрю где а для меня важны первую очередь достопримечательности где расположен мой отель по отношению к достопримечательности и когда вы уже опишите те пункты которые мы обговорили с вами выше наступает время для пятого пункта последнего подготовительного пункта что входит в этот пункт в этот пункт входит ваш план посещение различных мест мин на мероприятий достопримечательностей магазинов кафе ресторанов когда вы уже будете находиться непосредственно в городе поэтому заранее продумайте какие достопримечательности вы хотите посетить на какие экскурсии вы хотите съездить какие магазины вы хотите посетить что вы хотите купить это также будет влиять на ваш бюджет это будет добавлять дополнительную дополнительные суммы к вашему бюджету поэтому в первом пункте я вам и говорила про бюджет Потому что это очень-очень важно. Бронируя отель, вы, например, если вы едете самостоятельно, вы увидите, сколько у вас останется средств на дополнительные расходы, на какие-то небольшие сувениры и так далее. Поэтому вот эти вот пять основных пунктов, о которых я вам рассказала, они очень важны. И что самое главное, именно эти пять пунктов, если вы их распишите и если в соответствии с ними вы забронируете отель, самолет, различные экскурсии и напишите план вашего пребывания в городе, это все. Ну а самое главное, место расположения вашего места жительства, отеля или квартиры, все это сделает ваш отдых очень комфортным и незабываемым. И этот же план вы сможете применять, когда вы ездите в какие-то другие места, например, не в Аланию, это универсальный план, вы сможете его применять к разным городам. Поэтому, друзья, пишите ваши комментарии, конечно же, подписывайтесь на наши соцсети, подписывайтесь на наш канал, делитесь вашим мнением о том, насколько полезны были вам эти пять пунктов. И встречаемся с вами совсем скоро в новом видео, в котором мы расскажем вам о самых популярных блюдах домашней кухни в Турции. Многие из вас уже их пробовали, а кто не пробовал, добро пожаловать. На сегодня я с вами прощаюсь, всем всего хорошего, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Как вы знаете, на нашем канале давно не выходили видео «Почему?». Это ответ для тех, кто на моем канале уже давно. Ну, а если вы на моем канале недавно или только что пришли, добро пожаловать. И, конечно же, смотрите все предыдущие видео о интересной жизни, отдыхе и событиях, которые происходят именно в Алании и в Турции. Наша компания занимается брендингом и дизайном. И именно по этой причине, по причине большого количества проектов и работы, не выходили видео на моем канале в январе 2020 года. Но, друзья, мы не сидели просто так. Помимо нашей основной работы, в этом году мы подготовили для вас очень много интересных и полезных видео. Мы написали большой список тем, которые мы с вами обсудим. И это будут не просто темы и прогулки по городу, а очень полезные и интересные советы, которые, я думаю, что помогут вам не только интересно отдохнуть в Алане, но и, возможно, приехать сюда и жить здесь. Поэтому, добро пожаловать на наш канал. Не забывайте заходить в описание к видео. В описании к видео всегда очень много полезных ссылок. Поэтому, еще раз благодарю тех, кто с нами всегда. И, конечно же, всем новым добро пожаловать. Подписывайтесь на канал и обязательно комментируйте. Как вы думаете, где я сейчас нахожусь? Я на балконе какого-то дома, но это не балкон нашего дома в Алане, а нахожусь я сейчас в Стамбуле. И всю предыдущую неделю я была в Стамбуле, а сегодня уже возвращаюсь в Алане. Поэтому я знаю, что вы соскучились по моим видео на Ютьюбе и особенно по видео из Алании. У нас был небольшой промежуток, ну, точнее, достаточно большой, практически месяц я ничего не выкладывала про Аланию. Ну, а по моему возвращению в Аланию мы стартуем и будет опять много интересных видео. До самолета мне осталось буквально несколько часов. Я прогуляюсь еще по центру Стамбула, по красивым местам. И мы с вами уже встретимся в Алане. Площадь, которая притягивает больше всего туристов, это, конечно же, площадь, где находится мечеть Султан Ахмед и Ая София. За Ай Софи также находится Топ Капы, дворец Топ Капы. И сейчас у нас начало февраля 2020 года. И, как вы видите, друзья, в Стамбуле, как и в Москве, снега нет. Поэтому я ехала в Стамбул очень тепло одетая, как вы видите, в пуховике, в ботинках. Но снега здесь не было, поэтому сегодня, кстати, попрохладнее. А последние три дня было очень жарко. Ну, прям очень-очень жарко. Кстати, на этой площади продают очень вкусную кукурузу. До моего трансфера на метро осталось не очень много времени. Ну, а сейчас я вот гуляю. Видео. Есть очень много видео на канале из Стамбула, поэтому вы можете увидеть их по ссылке в видео. Ну и, конечно же, не забывайте, в описании к моим видео есть все ссылки на бронь отелей со скидками и на бронь билетов со скидками. Поэтому заходите, смотрите, выбирайте. Если у вас есть какие-то вопросы, можете мне написать на WhatsApp. Телефон также в описании ко всем видео есть. Были мы с вами в Стамбуле, а теперь мы уже в Гази-Паше. И, ребята, начинаем новые выпуски из солнечной Алании. У нас здесь, как всегда, тепло и классно. Субтитры сделал DimaTorzok